Главная новость к этому часу. Киев заявляет о прекращении интенсивных боев в районе Авдеевки в Донецкой области. Я Егор Гордеев, здравствуйте. Бои в районе Авдеевки продолжаются, но тяжелое вооружение на данный момент практически не используется. Об этом заявила Минобороны Украины. Активная фаза противостояния длилась почти сутки. Обстрелы жилых кварталов Авдеевки прокуратура Донецкой области квалифицировала как теракт. По информации Киева, трое мирных жителей получили ранения. Зная о нахождении в районе гражданских лиц, пророссийские сепаратисты нанесли целенаправленный удар по жилым кварталам. Так говорится в официальном сообщении. В ходе боев в районе Авдеевской промзоны погибли пятеро украинских военных. О потерях сепаратистов точной информации сейчас нет. Представители так называемой ДНР заявляют, что наоборот именно украинские военные обстреливают из артиллерии жилые кварталы. Но уже Макеевки. Это город в непосредственной близости от Донецка. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Берлине встречается с канцлером Ангелой Меркель. Перед встречей лидеры двух стран сделали заявление для прессы. Порошенко еще раз призвал Евросоюз занять более жесткую позицию по отношению к России, по соблюдению ее минских соглашений. Он также поблагодарил Германию за поддержку суверенитета Украины. На встрече они обсудят ситуацию на востоке Украины. В Канаде в результате стрельбы в мечети Квебека шесть человек погибли, еще несколько пострадали. Состояние большинства раненых критическое. Стрелявшие открыли огонь во время вечерней молитвы. Полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении. Одного из них задержали возле мечети, ну а другого на автостраде неподалеку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее террористической атакой на мусульман. В руководстве Исламского культурного центра при этом призывают не делать поспешных выводов. Дональд Трамп ответил на критику своего указа о мигрантах и беженцах. В своем твиттере президента США написал, цитата, «Только 109 человек были задержаны для допроса. Большие проблемы в аэропортах были вызваны компьютерным сбоем авиакомпании «Дельта», самими протестующими и слезами сенатора Шумера». Министр национальной безопасности Келли сказал, что все идет хорошо и проблем практически нет. Ранее в Белом доме заявили, что запрет на въезд беженцев и граждан некоторых мусульманских стран направлен на то, чтобы обеспечить безопасность американского народа. Тем временем в США продолжаются протесты против указа. Решение президента подвергли критики в Голливуде на вручении премии гильдии киноактеров. В ведущей церемонии Эштон Кутчер со сцены поприветствовал тех, кто находится в аэропортах. Он сказал, «Ваше место в моей Америке». В поддержку приезжих высказывались многие актеры. «Я не хочу приводить такое сравнение. И я не делаю это в любом случае. Но нацисты меняли законы, с которыми они были не согласны. Они просто меняли их и делали все, что хотели. Какое-то время прошло. И я думаю, мы должны быть бдительны и остановить действия тех, кто не продумал все до конца и может зайти слишком далеко». Глава сети кофеин «Старбакс» Говард Шульц пообещал в ответ на указ Трампа нанять на работу 10 тысяч беженцев. Их планируют нанять из 75 стран в течение пяти лет. Приоритет отдадут тем, кто служил в американской армии в качестве переводчиков и обслуживающего персонала. «Старбакс» также поможет работникам, которых коснулся новый указ о мигрантах. Шульц также пообещал медицинскую страховку работникам «Старбакса», если Трамп все же отменит систему всеобщего страхования, известную как «Обамакеер». Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться еще до саммита Большой Двадцатки в июле. Об этом сообщил предсекретарь Кремля Дмитрий Песков. Позавчера два президента поговорили по телефону. В Москве отметили, что Путин и Трамп обсудили Украину, Сирию и борьбу с терроризмом. Об отмене санкций речь не шла. «Разговор, который остался в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим. Я бы сказал, и в политическом, и в человеческом смысле. Разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без норовоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны». Семь человек погибли в Таджикистане в результате схода снежных лавин. Трасса, соединяющая столицу Душанбес с севером страны, фактически парализована. Там сошло до 40 лавин. Под снегом оказались сотни машин. Пока спасателям удалось эвакуировать до 800 человек и десятки автомобилей. В ближайшие дни погода станет только хуже. На этом все. С вами был Егор Гордеев. Увидимся ровно через час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok